Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прео, и сегодня мы поговорим о проблеме, которая настигла игроков сегодня утром. А именно, в опубликованном сегодня утром обращении к сотрудникам компании и пресс-релизе, главный операционный директор Activision Blizzard Даниэль Аллегри сообщил, что в среди недавних событий компания приостановила продажу своих игр, товаров, услуг в России до тех пор, пока конфликт не окончится. Значит ли это то, что... Тюрвера закроют? Быть может, это уже второй звоночек. К тому, что сервера закроются. Но не будем мыслить негативно, будем мыслить позитивно. Что можно сделать на текущий момент, чем можно заняться на текущий момент? На текущий момент я предлагаю вам просто goldfarmить с целью того, чтобы оплачивать подписку в WoW. Единственные доступные на текущий момент способы оплаты подписки, их три. Первый — это жетон. Можно мониторить аукцион, чекая цену жетона. Обратимся к нему на текущий момент и глянем, какова цена жетона. 341 тысяча. Сегодня утром она была 300 тысяч. Также периодически жетона может не быть на аукционе, поэтому, нажав даже кнопку «Выкуп», может написать системную ошибку, то что жетоны недоступны. Нужно мониторить, нужно активно кликать, нужно за этим реально следить. Второй вариант — кошелек Battle.net. Если на кошельке Battle.net у вас висит какое-то количество средств, то это довольно-таки кайфово. Максимум там можно держать, по-моему, 10 тысяч рублей при прикрепленном аунтификаторе, без него 5 тысяч рублей. Хорошо то, что у меня там 4 тысячи лежит. То есть в целом пойдет на следующую оплату нормально довольно-таки, ну если там не поменяют цену подписки. Что может, кстати, произойти, но об этом мы думать пока что еще не будем. Третий вариант — VPN. Оплата через VPN, быть может, она и будет дороже, и она по факту дороже, но это, по крайней мере, довольно-таки рабочий способ оплаты. На текущий момент как-то получается так. Не стоит поддаваться панике, не стоит ходить по чатикам Twitch'а и спамить о том, что «Чё, русским сервам гэ-гэ?» Потому что сегодня, постримив 3 часа, я увидел таких сообщений, наверное, около сотни. И каждому человеку пришлось объяснять о том, что, ну, просто прикрыли способы оплаты, и просто-напросто, ну, это временно. Может и нет. Поживем, увидим. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого! Продолжение следует...